Здравствуйте! Всех рада приветствовать, с кем еще не знакома. Меня зовут Челюбеева Анастасия. Я преподаватель по моделированию, по креативному моделированию и по дизайну. Сегодня у нас очень интересная с вами тема. Мы будем моделировать с вами ноготок при помощи наших любимых материалов. В особенности это будет у нас Милк гель. И я хочу в моделировании использовать нашу новую коллекцию. То есть дизайн сделать новой коллекции. Коллекция это у нас Бёрд оф Пэссэш. 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 В общем, вы меня поняли. Не знаю, как она переводится на самом деле. Пэссэш. Какая-то птичка. Коллекция летняя очень прикольная. Коллекция достаточно яркая. И вот я хочу эту коллекцию в качестве дизайна использовать, но при моделировании. Именно туда вложить этот цвет, эту фактуру и так далее. Поэтому мы с вами долго не задерживаемся. Мы переключаемся. У нас есть с чем поработать. Я думаю, что всем будет интересно. Кто присоединяется, я всех приветствую. Всех-всех-всех. Настраиваю камеру. И мы с вами начинаем. У меня тут, видите, очень много материалов. Я достала, подготовила для того, чтобы всё, что мне нужно было под рукой. Потому что я люблю фантазировать, особенно в прямых эфирах. И я до конца ещё не знаю, что у нас сюда будет входить. Но однозначно это будет наша коллекция новая, про которую я вам только что говорила. Это Bird of Passage. Здесь очень красивые 8 оттенков летних. Очень красивых. Я их сейчас тратить время выкрашивать не буду. Я думаю, что многие уже эту коллекцию видели и у Кати Мирошниченко, и, в принципе, Вами Афишал. Уже распаковка была не один раз. В коллекцию входят вот такие вот прикольные стикеры. С этими стикерами скоро покажу вам Reels. Вот, и также мы будем использовать с Вами какие-нибудь декорации. Возможно, потому что я без декора работать не люблю. Я преподаватель по дизайнам, и поэтому декор это моя страсть. Помимо моделирования, это моя страсть в том числе. Поэтому что-нибудь мы с Вами возьмем из декораций, может быть, из стемпинга посмотрим. Тоже, кстати, вышли у нас три новые пластины. Кто еще не видел, кто не в курсе, очень прикольные, классные пластины. Их также можно использовать в работе, очень крутой в моделировании в том числе. Вот. И хочу сегодня, сегодня поработать еще красками. Я проводила не так давно эфир вам по этим краскам. Это коллекция красок с блестками. Очень красивая, шикарная коллекция. Мы работали, если я не ошибаюсь, вот этим в прошлый раз цветом и верхними формами. Коллекция очень крутая. Возьмем сегодня какой-нибудь оттенок другой. Конечно, в тон тому цвету, который мы с Вами выберем. Будем фантазировать. Я обожаю фантазировать. Я обожаю проводить эфиры и мастер-классы именно как, как сказать, как карта ляжет. Я люблю очень именно в процессе что-то придумывать, что-то создавать. Не заранее продумать, сделать какие-то типсы, дизайны. Нет. Я люблю в процессе это все делать. Ну и, естественно, будем использовать с Вами, скорее всего, Милки Вайт гель, потому что Акригель Милк нам, наверное, не понадобится. Я хочу, чтобы у меня свободный край блестел. Поэтому, скорее всего, я буду брать, использовать Монофаз гель. Монофаз гель – это прозрачный, классный, красивый, шикарный, удобный, комфортный. Как ни назови его, это все он. Это Монофаз гель, кристально чистый гель, который мы используем в моделировании, который мы используем в креативном моделировании, в конкурсном моделировании. Мы сейчас с девочками готовимся к конкурсному моделированию. И вот как раз-таки в выкладке свободного края Монофаз гель, он просто незаменим и в качестве подложки, и в качестве фиксатора для дизайна. Потому что под Монофазом дизайн просто кристально чистый получается. Вот такие вот у нас гели. Конечно, мы не обойдемся без наших форм. Очень люблю нижние формы. Я работаю и верхними в том числе, но нижние формы – это моя страсть. Я нижними формами могу делать нереальные вещи. И те вот мастера, те, кто работает и с верхними, и с нижними формами, не дадут мне вас обмануть. Те, кто знает, любит, может работать с нижними формами, по факту верхние формы нам пригождаются достаточно редко, в редких случаях. Мы должны с ними работать, но тем не менее, нижние формы, конечно, это любовь. Поехали с вами, начинаем. Я подготавливаю ноготочек. В принципе, я тут маникюр делала, чтобы не тратить сейчас на это время. Но, естественно, я должна все еще раз отодвинуть аккуратненько и зашлифовать ногтевую пластину. Буду делать это я ездить. Всем здравствуйте, девочки, всем здравствуйте. Не люблю работать в перчатках, у меня просто эта рука очень-очень уже такая, прям требующая. Так, чуть-чуть приближу я экран. Требующая коррекции. Вот, поэтому не хочу ее показывать. Эта рука еще тоже не доделана, она только в процессе. В процессе вчера начала, не успела закончить. Сегодня буду все доделывать. Но эта рука мне нужна, потому что с нижними формами в перчатках я не работаю. Я, в принципе, не работаю в перчатках. С нижними формами тем более. Так, давайте я чуть-чуть, чуть-чуть настрою под настрою свет. И чуть-чуть приближу экран, чтобы было видно. Сильно близко подвигать не буду, для того, чтобы у вас все это не бликовало. Напишите мне, пожалуйста, хорошо ли все нам видно. Я заглядываю через камеру. Напишите, пожалуйста, как видно, хорошо ли видно, хорошо ли слышно меня, чтобы я сориентировалась. Потому что я-то через экран вижу одно, вы видите совсем другое. Поэтому мне нужно сориентироваться и понимать, что происходит. Готовим ноготок под моделирование. Никогда не готовлю, не делаю это просто бафиком. Баф под моделирование не подходит. Сразу вам скажу. Так, убираю до конца свободный край. Я его спиливала, но тем не менее, тем не менее, у меня ноготь не был покрыт. Естественно, подушечка и гиппанихи, они немножечко снова высвободили мне часть свободного края. Так, если кого-то не успеваю прочитать вопросы, девочки, все хорошо, отлично, супер, спасибо большое. Вы мне дублируйте, пожалуйста. И давайте с вами общаться, задавайте вопросы. Пока я тут делаю техническую часть, задавайте мне вопросы, я на них буду отвечать, чтобы я могла вам что-то интересненькое рассказать. Так, я слегка, совсем прям слегка пройдусь под кутикулой, потому что, как я уже сказала, я готовила кутикулу, до этого делала маникюр, но, естественно, все уже опустилось. Все уже опустилось, поэтому я быстренько просто пройду и почищу птериги аккуратненько. Потому что, ну, даже не почищу его больше, а больше подниму кутикулу еще разочек. Я тоже, имя мастера, обожаю ваш бренд. Ой, это очень приятно. Наш бренд, на самом деле, девочки, я с многолетним, мастер с многолетним опытом. Я работаю уже более 12 лет. И я вам могу сказать, что с тех пор, как появился наш бренд, я на него наткнулась, я работаю преимущественно на нем. Почему? Потому что качество, цена-качество, на мой взгляд, полностью соответствует. Полностью. И полностью меня удовлетворяют. Я очень, я очень много всего тестировала, пробовала. И, честно, вот я остановилась на Эмми и ни капельки ни разу не пожалела. То есть я могу какие-то декорации пробовать, другие там, что-то еще интересное. Конечно же, я мастер, естественно, это, ну, как бы это в крови, да. Но основные базовые элементы, это только наш бренд. И я кайфую. Я ни на что их не променяю. Можете рассказать про заочные номинации конкурса. Какие бывают, как участвовать, чтоб не ездить на конкурс, а отправить работы. Могу рассказать. Да, девочки, сейчас я как раз готовлю моих девочек, мою группу. У нас есть уже команда. Я готовлю команду. Мы сейчас готовимся на отборочный чемпионат спикер. Он будет проходить в Краснодаре в июне. Там есть и заочные номинации, в том числе, которые у меня также девочки готовят. и заочно будут отправлять мне работы. Я их повезу. Номинаций очень много. Они очень интересные. Есть и постеры, есть и стемпинг, есть интересные номинации по инкрустации. Напишите мне в директ. Наверное, так будет проще, потому что выбор номинаций на самом деле выбрать есть из чего. И по поводу подготовки тоже опять вы можете готовиться сами, можете готовиться в команде. В команде, конечно, всегда веселее ехать и готовиться. Вот. Заочные также можно готовить тоже вполне себе в команде. Поэтому подробнее, чтобы рассказала я вам, напишите мне, пожалуйста, в директ. И я вам все, 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 все расскажу, выложу все на стол, все карты. Потому что здесь мы займем большую часть эфира. Смысла в этом никакого нет. Так. Согласна с вами. Да. Я очень люблю наш бренд. Безумно. Поэтому я всегда за него топила и буду. А в Сургуте не будет мастер-класс. Мастер-класса какого, девочки? О чем речь? В Сургуте, ну, я провожу, если брать Сургут, Дальний Восток и так далее и что-то вообще другие города, конечно, только можно в формате онлайна. Но в Сургуте, по-моему, там есть наша школа, наше представительство. И там, возможно, тоже дают мастер-классы. Нужно просто вам найти и узнать, есть ли у них какие-то живые, оффлайн-мастер-классы. Потому что представительств и школ у нас очень много. Наносим с вами базу. Я работаю под гелевую систему, гелевой базой. Гелевая база у меня, сейчас покажу, какая не показала, заговорилась. Гелевая база у нас наша, Супербонд гель. Безумно ее, бесконечно люблю. И в моделировании работают только этой базой, за исключением тех ноготков, которые у нас гипергидрозные, для которых нужна база, немножечко другая. В Ставрополе есть живое обучение от Эми. Девчоночки, тоже нужно посмотреть. Эми, Севастополь, я знаю, что есть, по-моему. Эми, Ставрополь. Нужно посмотреть, есть ли они там, есть ли наша школа. Вы можете просто забить в поисковике Эми, допустим, Ставрополь, либо написать в директ, вот сюда, на Эми Афишил, вас проконсультируют, потому что я такой информации не обладаю, я знаю, что школ у нас много. Да, есть ваша школа, я там обучалась. Вот, тогда напишите им, и они вас проконсультируют, когда у них какие мастер-классы проходят, потому что я провожу мастер-классы онлайн, естественно, и плюс есть у меня формат работы оффлайн, но он здесь, в городе Ростове-на-Дону, я нахожусь там же, где у нас головная школа, Ростов-на-Дону. Здесь есть и живые мастер-классы, и не только мои, поэтому вам нужно уточнить конкретно в вашей школе. Так, смотрите, нанесла я базу, теперь я подготавливаю саму форму. Форму отрываю с подложки, как я уже сказала, я не работаю в перчатках, поэтому писать мне об этом не нужно, я не могу работать в перчатках, мне некомфортно. У меня есть антисептик, и я работаю без перчаток. Сейчас я делаю перчатку по одной простой причине, у меня просто уже достаточно несвежий на этой руке маникюр, я его еще не переделала. Здесь будет, конечно, у меня сложное моделирование, я хожу на этой руке преимущественно с пайпами, с эйджами, с какими-то сложными формами, сложными дизайнами, поэтому времени занимает это очень много, и, соответственно, здесь на эту ручку у меня всегда уходит гораздо больше времени на моделирование, чем на мою вот эту вот, какая она, господи, правая, чем на правую, поэтому, поэтому здесь у меня будет все постепенно. Так, подбираю форму, мне под мои ноготочки, я знаю, что у меня ярко выраженная линия гипонихия, поэтому я по-любому буду подрезать форму, подрезаю, проверяю, гипонихий мой, Геночка, очень ярко выражен, очень, поэтому без подрезания я себе не ставлю даже миндалик. Моделировать сейчас буду форму миндаль, обожаю эту форму, бесконечно ее люблю, прям бесконечно. Вот, и сейчас буду делать себе ноготочек именно формы миндаль. Так, подставляю форму, мне нужно, чтобы форма либо стала прямо, либо ушла немножечко вниз, так как у меня миндаль, у меня не арочное моделирование, и поэтому форма должна, форма должна стоять в зависимости от длины, либо прямо, либо с небольшим опусканием, чтобы у вас получился красивенький, очень красивенький миндалик. Я люблю миндаль зауженный, поэтому я прям подзалужаю форму. Так, так, девчонки, задавайте вопросы, чтобы мы могли с вами общаться. Я же говорю, я обожаю просто моделирование на нижней формы, это моя стихия, это моя страсть, поэтому, так, как я уже сказала, у меня свободный край будет прозрачный, сделаем этот раз наоборот, сделаем добрый день, девочки, всех рада видеть, моя мечта попасть к вам в Ростов-на-Дону, приезжайте, мы всегда будем рады вас видеть, я понимаю, что далеко, очень далеко, но всегда будем рады вас видеть, вот, пишите, приезжайте с удовольствием, так, и смотрите, я уже сказала, мы будем моделировать с вами свободный край, прозрачный, у нас будет с вами потом молочка, но молочный гель у нас будет, ну, давайте прям, давайте смоделируем, ну, что мы будем церемониться, зачем нам короткие ногти, короткие ногти уже не модны, все уже, все клиенты насытились короткой длиной, мне, конечно, не очень удобно это будет сейчас делать, но без разницы, не очень удобно, чтобы под камеру попадать, я имею ввиду это, но без разницы, клиенты, на самом деле, уже присытились очень сильно, коротышами, у меня сейчас просто какой-то авральный шквал клиентов, которые просят взять их на арочное моделирование, на выкладные френчи, вот, мне очень обидно, жалко, что мне приходится им отказывать, потому что, честно, у меня, ну, как бы, своя клиентская база есть, плюс у меня, естественно, уже много другой работы, и работать просто в авральном режиме с клиентами нет возможности уже, поэтому я не могу всех взять, всех взять, и мне, мне обидно за клиентов, которые не могут найти себе мастера, мастера именно вот по таким, по таким ноготкам, смотрите, пайпы Эйджи не делают большое количество клиентов, не делают, естественно, выкладные какие-то техники, у меня есть техника 3D-моделирования в салонном, в салонной коррекции, в салонном моделировании, вот это вот любят клиенты, очень, очень любят, конечно же, пайпы Эйджи, это только для избранных, немногие понимают это, но я безумно люблю эти формы на себе, безумно, и даже если я не буду делать вообще клиентам такие формы, я буду это делать для себя, потому что это кайф, это, это творчество, это то, что вы никогда не сможете сделать, ну как бы на клиентах, потому что на себе, на себе вы туда закладываете все, что можно и все, что нельзя, вот это вот, это вообще адреналин, это, это эмоции прям, 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 поэтому выкладные френчи, да, у меня любят девочки, притом просят те сейчас даже, кто вообще никогда не делал дизайны, 3D-моделирование тоже любят техника, это 3D-техника, тоже делают девочки, пайпы делают, но реже, эйджи, ну я же говорю, делают только вот прям, прям ценители, тоже 3 года не работаю с новыми клиентами, но это круто на самом деле, потому что это означает, что у вас достаточно плотная база, и это, это всегда круто, девочки, давайте выбирать свет, я буду с цветом блесток, отталкиваться от цвета моделирования, мне хочется что-то яркое, яркое, прям яркое, и вот это будет либо какой-то оранжево-зеленый сочетание, вот мне хочется что-то прям оранжево-кстати, фиолетово, будет прикольно смотреться, при том, что, ну свободный край, на самом деле, блестки, они будут такие, достаточно прозрачненькие, но тем не менее, тем не менее, фиолетово-зеленый, будет очень классно смотреться, но мы вроде бы с вами делали фиолетовый в прошлый раз, в прошлый раз, поэтому, ой, фиолетово-зеленый, поэтому эти блестки сразу отставляем, мы не будем их брать, какие еще можем сделать, вот такие, вот голубые, голубые с желтым можно делать, голубые с желтым можно делать, голубые с зелененьким можно делать, будут классно смотреться, Смотрите, какой зеленый красивый цвет. Вот такое можно сочетание замутить. Кто за какое? Розовый плюс розовый красивый. Да, какое сочетание берем, девочки? Девочки и мальчики, прошу прощения, нас исправляли. Мне нравится вот этот зеленый. Мне нравится, если фиолетовый, можно фиолетовый с розовым, допустим. Розовый тоже очень красивый, кстати, достаточно такой яркий, прям кукольный цвет, шикарный. Но его с каким тогда? С желтым, если? С желтым вроде банально, вроде банально. Кто за какой оттенок? Смотрите, голубой, голубой. Можно желтый с голубым, кстати, запустить. Можно зеленый. А ну давайте зеленый с вами откроем. Можно, кстати, розовый с голубым запустить. Запустить розовый на свободном крае, а голубой от кутикулы тоже прикольно будет. Фиолетовый можно от кутикулы. Желтый от кутикулы с розовым. Желтый с зеленым. Давайте вот такое, я предлагаю вот такое сочетание. Смотрите, зеленый с голубым. Мне очень нравится. Давайте его оставим. Потому что пока мы будем выбирать, эфир уже у нас пройдет. Хочется просто что-то необычного, яркого. Вот этот цвет, кстати, мне безумно понравился. Масклиентом. Буквально вчера, по-моему, или позавчера делали. Зеленый с оранжевым. Тоже прикольный цвет. Ну, все уже, девчонки, розовый с розовыми лепестками. Блестками, наверное. Я поняла, с розовыми блестками, наверное. Давайте уже вот это остановимся. Потому что иначе мы так долго будем с вами выбирать. Пускай будет вот этот красивый вариант. Смотрите, сюда я закладываю, у меня шестерка. И сюда я закладываю вот эти блестки. Какие они красивые. На самом деле все блестки безумно красивые. Я хочу, чтобы у меня свободный край блестел. Прямо блестел. Моя задача в этом случае, когда я делаю вот такое вот моделирование. Многоцветное. Моя задача, чтобы все цвета были растянуты, сведены на нет. То есть положить все градиентом. Какой красивый будет ноготочек. Можно делать это моделирование без опила. Можно делать с опилом. Разница будет на самом деле небольшая в итоговом формате, в итоговом варианте. Потому что то, что без опила, у вас, если вы будете работать молочкой, молочка больше закрывает место. Хотя можно и в принципе молочку подрасчитать и сделать тоже ее очень красиво положить. Вообще, на самом деле, креатив, креатив безумно люблю. Безумно. Смотрите, уже как красиво. Все можно оставлять так, на самом деле. Уже красиво. Чуть-чуть подрастяну вот сюда. Вот пару блесточек на нет сведу. Мне уже нравится. Можно просто сверху замоделировать и уже будет шикарно. Но мы же не про это. Мы же решили все-таки, что у нас будет здесь. Красота, красота. Поэтому я подсушиваю. Подсушиваю и буду добавлять сверху тоже. Сверху тоже буду добавлять цвет. Только цвет уже буду добавлять при помощи цвета. Давайте сразу это сделаем с вами. Смотрите. Небольшой совет, небольшой лайфхак. Как сделать так, чтобы при спиливании у вас очень легко снимался потом цвет. Очень легко. Возьмите и от кутикулы нанесите тонкий-тонкий слой того же монофас геля. Я говорю, он универсальный у нас. Почему? Потому что, смотрите, если вы сюда нанесете прям цвет, прям под кутикулу, прям на голый ноготь. Но я базу не считаю, потому что база у нас нанесена втирающими практически движениями. Что будет происходить? Все будет носиться, это хорошо. Но потом при спиливании, потом при спиливании, что получится? Вы просто-напросто будете фрезой очень-очень близко ходить возле натурального ногтя. Это не очень есть хорошо. Есть шанс того, что вы просто-напросто ноготок повредите. Посмотрите, какая кисточка. Последнее время, кисточка такая прям рабочая уже, это овал четверочка. Последнее время люблю ее. Она подходит и для маленьких ноготочков. Я люблю ее в выкладке. Еще в выкладке люблю кисть. Сейчас покажу вам. Тоже такая рабочая моя. Лепесток шестерочка. Прям такие они уже видовидавшие. Но я к этому отношусь как, знаете, как кисти за... Как сказать? Как же это? Заряженные. Заряженные на энергетику какого-нибудь креативного моделирования. Вот что-то такое. Поэтому я на самом деле кистями работаю очень долго. Давайте берем зелененький, который я вам говорила. Это номер 475. Очень красивый зеленый оттенок. Он получается и не прям такой вот, знаете, не яблочный зеленый. Он с ноткой фисташки идет. Очень красивый цвет. Можно нанести в два слоя его будет. И, конечно, мы будем с вами это все растушевывать. Потому что без растушевки, без растушевки у вас будет сильно контрастная линия перехода. Это не будет смотреться очень прикольно. По-мокрому растушевывать достаточно легко будет. Можно изначально нанести это все на целый ноготь. Но тогда у вас будет больше цвета. Тем более у меня ноготь такой достаточно длинный. Мне не хочется, чтобы цвет занимал большую часть поверхности. Так, и нанесу капельку. Можно сейчас просушить, кстати. Вторым слоем сейчас покрою. Поплотнее сделаю цвет. И плюс возле кутикулы прокрашу тонкой кистью. Я люблю тонкую кисть. И если, особенно на себе, если нет возможности, вообще не парюсь. Прокрашиваю просто все тонкой кистью. И вторым слоем я добавляю, получается, цвет просто сюда. Добавляю цвет. Так же его сейчас растушую. И плюс прокрашиваю тонкой кистью. По времени такой дизайн, какая длина. А, и такая длина. Все 10 наращивать за 3 часа это нормально? Или быстрее нужно? Девочки, смотрите. Здесь очень многое зависит. Вот кто-то попытался в свое время поставить рамки наращивания. Понятно, что они есть. Понятно, что если вы будете 5 часов сидеть, это как бы так себе удовольствие. Но вы должны понимать, что любое наращивание зависит от состояния ногтей. От формы ногтей. Бывает очень, вроде бы, красивая форма. Я с этим сталкивалась, когда с моделями работала. Очень красивая у девочки была форма. Шикарная просто для фото, для видео. Но, как итог, она безумно тяжело. На нее становились формы. Потому что у нее очень глубоко посажены точки в роста. Очень глубоко. Вы должны всегда помнить. 3 часа, на самом деле, для моделирования, если вы не суперскоростной мастер. Я не скоростной мастер, сразу говорю. Я никогда не гналась за временем. Я всегда гналась только за качество. Мои клиенты готовы были у меня сидеть сколько угодно, чтобы уйти с моими ногтями. Никогда не гналась за временем. На каждого мастера есть свой клиент. У меня клиенты, которые обожают мои дизайны, которые обожают мои ногти, моего качества. И они сидят сколько им нужно. Даже если я скажу, что нужно просидеть весь день, но они знают, что они за это получат. Они будут сидеть. Ну, я, грубо говоря, утрирована. Но, тем не менее, понятно, о чем я, да? Если вы делаете 3 часа, возможно, где-то вы теряете время. Возможно. Но моделирование, коррекция – это разные вещи. Должны тоже об этом всегда помнить. Должны понимать. Вообще, как бы 2,5 часа моделирования с нуля идеально. 3 часа, я же говорю, длина. Зависит очень много от длины, от форм, от состояния ногтей. Если вы можете моделировать за 1,5 часа, это прекрасно. Но, опять, дизайн плюс длина плюс моделирование формы полтора часа, ну, я бы тут даже где-то, может, и усомнилась. А так, я вам могу сказать по себе лично, вообще нет ничего невозможного. Просто есть то, что мы не умеем. Всегда есть к чему стремиться. Я не умела раньше делать креативные формы. Я не умела раньше делать конкурсные работы. Я много что не умела. Сейчас я конкурсный мастер. И на самом деле, если бы мне кто-то в свое время сказал, что я буду творить такие вещи, я бы не поверила. Честно не поверила. Я сейчас номинации готовлю свои к конкурсу. Номинации там, конечно, с эффектом вау. Вот. Я бы в жизни никогда не поверила, если бы мне даже, пускай, лет 5 назад кто-то сказал, что я такое буду делать и вытворять. Ну, вот честно. Поэтому нам всегда есть к чему стремиться. И я считаю, что невозможного нет ничего. Я знаю человека, который делает, который рекордсмен и делает, грубо говоря, снятие покрытия гель-лак. Ну, понятно, что это для рекорда. Базой за 12-15 минут. То есть, на всех 10 ногтях. Я знаю такую девочку тоже. Поэтому я могу смело сказать, что невозможного ничего нет. Всегда есть к чему стремиться. Чуть-чуть, видите, прозрачка. Я смоделировала свободный край. Так, подсушила. И давайте дальше с вами будем уже работать. Работать... Можно сразу сработать мелком. Почему нет? Можно его нанести в пару этапов. Можно в один этап. Здесь, смотрите, как вам удобно. Я понимаю, что я буду работать. Можно, кстати, добавить еще какой-нибудь цвет геля. Будет очень прикольно. Сейчас очень модно вот такое вот креативное моделирование. Очень модно с такими необычными дизайнами. Смотрите, здесь я задала немного толщину. Видите, на свободном крае. Поэтому, так как у меня будет опил, я могу, в принципе, сюда протянуть подальше немножечко цвет. Сейчас милгеля у меня все равно вот здесь, в этой части, он уйдет в пропил. Поехали. Подвожу, моя задача подвести сейчас вот кутикуля достаточно с хорошим отступом, чтобы у меня цвет полностью не потерялся. То есть, я задаю пока первый слой себе. У меня здесь нет. В принципе, можно было вот эту зону нарастить на самом деле акригелем. А потом уже, давайте так, наверное, и сделаем. Потому что гелем я просто очень много буду выкладывать материала. Давайте так и сделаем. Давайте возьмем сначала акригель молочный также. И просто зону перехода в натуральный ноготь я, во-первых, укреплю. Очень люблю акригель. А во-вторых, я себе сэкономлю время. Я не буду это все в 10 слоев выкладывать потом гелем. Поэтому давайте так и сделаем. Беру акригель. Акригель у меня... Где крышку тела? Акригель у меня это милки таксов, милки вайт гель. А акригель у меня акригель милк. Вот это идеальная пара. Идеальная пара. Обожаю их вместе. Акригель. И просто выложу его в зону кутикулы. Ой, в зону стресса. Чтобы потом сэкономить себе время на выкладке... Акригель. Ой, гелемилк. Так что у меня с помпой жидкость не могла набрать. То есть вот здесь, вот эту зону я аккуратненько просто укрепляю сразу. Мы убиваем двух зайцев. Во-первых, как я уже сказала, мне не придется делать сто пятьсот подходов для того, чтобы это все потом выложить. Во-вторых, у меня эта зона, стрессовая часть будет укреплена. Эйдж Пайп всегда акригелем делать удобно. Выкладные френчи зачастую делаю акригелем. Зачастую. Как минимум, зону бортика делаю акригелем. Да и в принципе, обожаю акригелем работать. Очень его люблю, честно. Очень много где им работаю. Я всегда совмещаю гель и акригель, по факту. В выкладных френчах акригель вообще незаменимая вещь. Вот честно скажу. Акригель это находка века. Мы в свое время с девочкой, работая еще преподавателями в нашей школе Эмиростов, мы готовились к конкурсу. И как сейчас помню, мы вдвоем номинацию брали «Стилет». И мы вот действительно сидели и мечтали о том, чтобы нам быстрее создали этот продукт. Чтобы его быстрее выпустили. Потому что в выкладке ложа, поверьте, акригелю равных просто нет. Вот просто нет. Акрилом я не работала. Желе, гелем-желе все равно, все равно выкладка не такая комфортная, удобная, как акригелем. Поэтому мы прям вот как сейчас помню, сидели прям и ждали момент, когда же выпустят. Я не помню, успели ли в тот конкурс нам его выпустить. Но помню, что мы прям, прям молились на него. Смотрите, уже красивенько получается. Сушим. То есть я себе сейчас упростила задачу. Я себе укрепила все. Плюс я, естественно, себе помогла, чтобы потом 10 слоев не выкладывать гель. На этом этапе плюс можно, если нужно, где-то подзажать немножко акригель, можно это сделать. И вот теперь давайте работать. Видите, я акригель еще и вот здесь вот растянула достаточно, достаточно прям в такую плавную линию, чтобы потом себе тоже уже красиво, мне тоже уже нравится. А еще по факту не доделали даже ноготочек. Вот я обожаю яркие сочетания. У меня сейчас в одежде полно ярких вещей. Я просто безумно люблю яркие ногти. И найти у меня монохромный какой-то дизайн можно вообще редко. Сразу растягиваю, смотрите, линию кутикулы. Сразу растяну ее на нет. Салфетка влажная. Писалась не туда. Сразу растяну линию кутикулы. Естественно, я ее буду выводить на нет, потому что мне нужно цвет оставить. Так, девочки, пока выкладываю, не вижу ваши комментарии, если они есть. Поэтому, если что-то пропущу, потом просто продублируйте. Переворачиваю. Если нужно, себе где-то помогаю тонкой кистью до растушевать границу. Переворачиваю. Всегда переворачиваю материал. Чтобы у меня сцентровался туда, куда мне нужно, а не ему. Понятно? Перевернула. И все проверяю. Так, вот я хочу еще пройтись чуть-чуть. Сейчас быстренько вот здесь, вот в зоне кутикулы растянуть. Чуть-чуть еще материал. Здесь я еще дозакрою все потом прозрачкой. Ну что, можно подсушить ноготок. Здесь выкладки под расчет прям полностью. Не будет только в том случае, если вы опиливали изначально материал. Ну, свободный край. Если вы не опиливали, у вас будет, естественно, еще опил. И я, честно, я даже не заморачиваюсь с тем, чтобы сейчас выложить без опила абсолютно совсем. Мне нет в этом смысла никакого, если все равно я буду пилить. Если бы вы заморочились, изначально попилили свободный край, естественно, был бы в этом какой-то смысл. А так, его абсолютно никакого нет. И, смотрите, зону кутикулы я покрою, допрокрою немножечко монофазом. Потому что здесь у нас толщины нету, естественно. Мы ее не создавали. У нас там тонко лежит цвет. И вот этот вот переход, мне его нужно закрыть. Вот монофаз я возле кутикулы буду сейчас выравнивать, чтобы эту линию максимально не опиливать потом. То есть к кутикуле, к зоне кутикулы, так как у меня маникюр уже сделан. Я особо потом подходить сильно не буду. По этому линию кутикулы я стараюсь прокрасить сразу аккуратненько. Я уже куда-то влипла. Так как под камерой тут куча кистей лежит, чтобы все это было под рукой. Ну что, можно в принципе все сушить. То есть моя задача была смоделировать без опила в основном только линию возле кутикулы, чтобы я туда не лезла пилкой, лишний раз не задевала уже срезанную, свежесрезанную кутикулу. Все. И мы можем снять сейчас форму спокойно. Можно, в принципе, уже давно было снять форму. Мы можем снять форму и спокойно минутку ногти досушить. Ногти, ну, ноготочек. У меня в данном случае ноготочек досушить спокойно. Такой у нас какой-то морской прям дизайн получился. Смотрите, после того, как вы выложили материал, обязательно полноценно просушивайте. Просушивайте хотя бы одну минуту, чтобы у вас ни в коем случае не было такого, что потом будет сюрприз где-то внутри. Хотя бы одну минутку обязательно сушите. Если у вас лампа, вы знаете, что слабая, сушите подольше материал. Хуже не будет. Но вот честно, особенно на этом этапе хуже не будет. Так, есть вопросы какие-то сейчас ко мне или нет? Моя задача все теперь только это просто опилить. Я за салфеточкой полезла, простите, отвлеклась. Опилить и, возможно, придумать какой-нибудь дизайн сверху. Я люблю дизайн. Так, ну что, поехали. Я бы, конечно, где-то себе помогла сейчас фрезой, но так как мы в эфире, не буду сильно жужжать, поэтому поработаем пилкой. Так, девочки и мальчики. Могу выпадать из кадра, если что, простите. Секундочку, эту сторону мне просто не видно вообще совершенно. Поэтому на себя повернула, посмотрела. Опиливаем. Ноготок в основном будет опил свободного края. Вот здесь вот я вижу, что, скорее всего, мне хочется доложить прозрачки в одном месте. Просто возьмите и доложите. Но это не факт. Я всегда сначала опиливаю, потом смотрю, нужно ли мне докладывать. Потому что то, в каком сейчас виде ноготочек, и то, в каком виде он в итоге вам будет после опила, это, конечно, разные вещи. Поэтому лучше всегда советую сначала попилить и посмотрите, а потом уже, если что, доложите. Со всех сторон проходим. Подбираем форму. Я люблю прям миндалевидные ноготочки. Как бы пилить так, чтобы вам было хорошо видно. Да, вот здесь вот чуть-чуть. Сейчас монофазом закрою. Аккуратненько. Так, где моя салфеточка? Монофаза не хватило в одном месте. Закрою аккуратно монофазом сейчас. Вот этот переход. И допилим. Не бойтесь никогда при клиенте что-то где-то доложить. Поверьте, лучше вы пускай доложите. Клиент, во-первых, будет думать, что так и надо. Во-вторых, лучше вы доложите, чем вы оставите это все с косяками. И потом клиент уйдет и будет вообще рассматривать, будет в шоке от того, что вы ему там натворили, наделали. Поэтому я всегда говорю, если появился косяк, мы все люди, мы все простые смертные. Если появился косяк, просто возьмите его и справьте. Это будет гораздо круче, чем если вы будете думать, что авось не заметит клиента и отпустите его таким образом. Это касается всего и затеков, и моделирования. Ой, как он красиво горит с этой стороны. Смотрите, какой он с этой стороны прям красавчик морской. Прям морской, реально морское прям настроение появилось у меня. Не знаю, как у вас. А у меня прям морское настроение начало появляться. Так, ну я не буду сильно выдерживать долго, много времени ждать, пока он там просохнет. Сейчас чуть-чуть схватится, потому что все равно, как я уже сказала, ногти буду переделывать уже скоро. Скоро. Вот, поэтому на себе, честно, всегда экономлю время. Всегда. Так, я пытаюсь на себе сделать все побыстрее. Все. Я недосушиваю, я недовыдерживаю. Я там могу что-то где-то еще недоделать. Присушить быстренько, вместо того, чтобы подсушить полностью, потом продолжить. Вот на себе всегда у меня так. На себе я время всегда экономлю. На клиентах, конечно, этого я никогда не делаю. На клиентах мы должны работать с вами на все 200%. Так. Все, допиливаем нашего красавчика. Смотрите, какое красивое сочетание. Ну вот, правда. Так, что-то у меня с этой стороны. Проверяем точки в роста, чтобы везде все было аккуратненько, чтобы нигде не было никаких у нас с вами неровностей, косяков. Везде все должно быть аккуратно. Вот, наверное, там мельтешит сильно, да? Все. Когда я пилю. Так, что у нас тут? Спрейка. Смотрим, что у нас внутри. Смотрите, как красиво. Вот такой вот у нас получается молочный ноготочек. Красивый. Красивый ноготочек с эффектом внутри блесток. Но при этом, так, секунду. Но при этом еще и цвет очень красиво играет. Его можно сделать и глянцевым, можно сделать и матовым. Я прошу прощения, что вышло. Просто мне с той стороны вообще ничего не видно. На секундочку. Буквально дооформить. Дооформить его. Проверяю изнутри стеночки. Большей части проверяю, потому что мне не видно то, что у меня с этой стороны происходит. Большей части поэтому все проверяю изнутри. Вот. Ну и предлагаю какой-нибудь сделать, доделать сюда дизайн красивый. Он сюда очень подойдет. Только вот вопрос, какой. Вопрос, какой. Я люблю и стемпинг, я люблю и декор. Так. Обезжириваем ноготочек наш. У меня весь экран в пыли. Смотрите, как красиво там внутри. Очень прикольно. Можно сделать матовый, можно сделать глянец. Можно что угодно сделать к этому ноготочку. Вообще прям. Сюда можно посадить тут же и бабочек. Можно сюда посадить и морскую тематику. Посмотрите, уже мы задали с вами доделать какие-нибудь разводы и посадить сюда каких-нибудь морских гадов. Гадов, скажем так. Можно вот такие вот элементы. Смотрите, красиво посадить. Белый цвет. На ярком будет очень тоже прикольно красиво это все играть. Будет такой вот прям чуть ли не свадебный дизайн. Но вариантов очень-очень много. Вот такие вот декорации. Прикольно будут смотреться. Всевозможные сердечки. Нам они подходят вообще по тематике. Прям-прям-прям. Если брать стемпинг, смотрите, морских каких тематик сколько. Прям прикольно будет тоже. Так, ну что, я могу предложить сделать нам белый стемпинг. Ну вот, допустим, вот такой. Или вот такой вот можно сделать белый стемпинг. И на него что-нибудь приклеить. Достаточно яркое. Почему нет? Блин, этот прям будет прям свадебный вариант дизайна. Я люблю белый. Я люблю стемпинг. И белый мне нравится. Будет смотреться тоже достаточно прикольно. Давайте. Давайте сделаем его. Почему нет? Так, где у меня стемпинг сам? У нас, кстати, есть еще, смотрите, у нас же есть еще и неоновый стемпинг. Тоже будет очень красиво смотреться. Всевозможный вариант неонового стемпинга. Когда вы растягивать будете очень красиво какой-нибудь желтый цвет или зеленый цвет или градиент из желтого-зеленого. Тоже будет классно. Мне тут идея пришла в голову. Идея пришла в голову. Я со своими идеями, как всегда. От творческой головы рукам покоя нет. Перефразировала немножечко поговорку. Это про меня. Давайте сделаем с вами сочетание желтый и голубой. И голубой. Почему нет? Сделаем стемпинг. Зеленый нам просто сюда будет сильно яркий. Прям сильно яркий. А вот желтенький сюда подходит немножечко больше нам. По цвету неоновый желтый. Давайте сделаем стемпинг с вами. Будет тоже очень-очень прикольно смотреться. И потом посмотрим, что мы добавим сверху. Может, каких-нибудь там, какую-нибудь бабочку посадим с вами. Или сделаем тоже сердечко, как я хотела. Но что-нибудь другое. Может, сделаем вот эти вот белые какие-то элементы. Ну, короче. Сейчас пофантазируем. Давайте выбранный оставим. Выбранный дизайн. Ну, пусть вот этот лав будет. Почему нет? И сделаем, смотрите. Сюда, чтобы я не закрывала, наверное. Наверное, сюда я уйду в голубой. Или поменять их, кстати, местами тоже очень прикольно. Можно отсюда уйти в голубой. Ну, короче, сделать... Понятно, о чем я говорю, да? Сделать тон в тон. А можно их поменять местами. Сделать здесь голубой, а здесь зелененький, желтенький. Можно так сделать. Так, в общем, сегодня поработаем с вами еще и со стемпингом. Все сегодня прям в одном у нас. Почему нет? Давайте только единственное перемешаем наши оттенки, которые мы выбрали. Почему нет? Давайте голубой пущу все-таки сверху. Снизу пущу желтый. И сделаем с вами вот такой вот выбранный мной вариант. Не буду полностью, скорее всего, закрывать нижнюю часть. Но сюда сойти аккуратненько на нет нужную. Вообще, надо было нанести по-хорошему сюда. Нанести сюда. Смотрите, как прикольно смотрится. Еще топ текласс, но я не сделала его. Давайте все-таки поменяем местами и сделаем тон в тон. Вот. Передумала я, потому что я не хочу, чтобы меня закрывало. Мое все в виде не давать. Перевернем и сделаем все-таки тон в тон, чтобы все-таки у нас был вариант дизайна. Преимущественно тот, который мы хотели. И сделаю дизайн. Вот сделала, не понравилось. Стерла. И сделаю все-таки дизайн, который вот пореже идет. Рядышком который. Чтобы он не такой частый был. Сверху сделаю желтенький. К зеленому пущу, а снижу голубую. Вот. Сделаю вот этот вариант. И тогда будет смотреться очень прикольно. Опять я не покрыла топом теклос. Делаю как есть. Вот так. Не буду делать специально прям под кутикулу и под свободный край. Чтобы у меня все было видно, что я до этого пыталась сделать. Можно вытереть вот эти вот остатки потом. Можно сразу. Здесь смотрите сами, как вам больше нравится. Смотрите сами. Вот. И мы сейчас, когда с вами перекроем. Когда мы с вами перекроем это все. Можно, кстати, что сейчас сделать. Можно что сейчас сделать. Можно взять. Смотрите. Можно взять и увести это в тень. Чтобы оно было на заднем плане. Увести немножко в тень. Молочным либо гелем, либо базой. Такой теневой сделать. Стемпинг. Я сделала. У меня базы под рукой нет. Поэтому я сделаю молочный гель. Тоненько. Просто очень тонко покрываю, как базу. И у нас стемпинг ушел на задний план. Смотрите, как будет прикольно. Прямо. Переверну сейчас. Выровняю немножко. Везде под выровняю. И сюда сверху можно уже что-то добавлять. Ту же бабочку. Что-то еще. Можно ничего не добавлять. Тут уже как душе угодно. Я очень люблю всевозможные слова в дизайне. Всевозможные. Чуть-чуть под выровняла. В принципе, у меня это все будет выравниваться еще и топом. Ну, чуть-чуть, конечно, пройти надо. Подсушила. Ну, и если хочется что-то приклеить спокойно, можно, конечно, приклеить сюда еще бабочку. Почему нет? Будет такой вариант. Вариант прям летнего дизайна. Большую и маленькую давайте. Так, куда я делала ножнички? У нас здесь есть такие большие и маленькие бабочки. Они будут смотреться очень классно. И, кстати, давайте в конце я покажу вам, как можно сделать вариант, чтобы у нас свободный край был глянцевый, а сам ноготочек был матовый, чтобы у меня вроде бы и блестки блестели, и в то же время сам ноготь был матовым. Такое тоже можно делать. Я очень люблю играться с фактурами. Очень люблю бабочки. Видите, вот не собиралась делать бабочек, в итоге делаю бабочек. В процессе может все резко поменяться. Что-то вы у меня сегодня так тихонечко-тихонечко прям сидите, прям тихонечко-тихонечко, либо внимательно смотрите, либо параллельно работаете. А ну, колитесь. Так, я не буду здесь покрывать слайдер тупом, потому что у меня сейчас покрыта... Есть липкость, дисперсия геля. Работаем. А, вот оно что. Вот оно что. Я же думаю, почему так тихо сидите? Ну да, в принципе, сейчас как раз рабочее время, пятница. Ну, смотрите, как бабочки сюда классно зашли. Хотя я не хотела их делать. Смотрите, как прикольно. Такой ноготочек у нас с вами получается. Сейчас мы его зафиксируем и будем покрывать. Я же говорю, я бы добавила что-нибудь еще из слов. Но у меня, наверное, здесь просто под рукой ничего нет. Сейчас я очень люблю еще всевозможные фразочки. А, я знаю, есть у меня. Есть! Есть у меня под рукой. Я люблю сложные дизайны. Вот, я привезла. Смотрите, новые шермиконы. Вот, есть под рукой у меня еще и новые шермиконы. Точно, точно, точно. Поэтому сейчас я сюда еще добавлю что-то интересное. Так, сначала мы фиксируем с вами обязательно то, что мы уже сделали. Смотрите, я возьму сейчас пилку. Уберу вот тут вот излишек слайдера. Он у меня вот сюда попал на край. Обязательно это делаем. Потому что, если вы это не сделаете, у вас не будет держаться ваш слайдер. Дальше. В тех местах, смотрите, где у меня... Внимательно смотрю на рецепт. Как вы хорошо все объясняете. Спасибо большое. Мне очень приятно. Правда, девчонки. Смотрите, там, где убираю лишнее... Давайте с камеры, чтобы она не отвлекалась. Там, где у нас слайдер выходит в зону кутикулы или валиков, я беру nail prep. Он классно растворяет слайдер. И могу прям пройти себя, проверить, чтобы, не дай бог, там ничего не осталось. Ничегошеньки. После этого я беру мой ультрабонд. Ультрабонд, он мне поможет растворить дисперсию, дисперсионную пленку тоже. Для чего? Для того, чтобы слайдер хорошо держался. Прошла, очень аккуратненько все проработала. Особенно, если вот вы выходите прям за линию ноготочка. И дальше фиксирую уже слайдер топом. Вначале у меня слайдер топа не было, потому что у меня была дисперсия базы. В конце зафиксировать слайдер топом обязательно. Это можно делать очень тонко, очень тонко. Это нужно делать очень тонко. Но не зафиксировать вы не можете. Во-первых, я сейчас, смотрите, я зафиксирую, и я могу спокойно сверху делать какой-то дополнительный дизайн. Тот же шармикон приклеить сверху легко, прям легко. Во-вторых, у меня моя наклейка будет держаться 100%. 100% хорошо. То есть я сейчас изолировала сам слайдер, и я сверху могу даже снять дисперсию и приклеить шармикон. Давайте выберем пока шармикон. Смотрите, очень классные вот такие вот варианты. Это саванна 252-й шармикон. Это у нас тоже слова всякие. Возможные 249 изящества. Я специально накупила словечек, потому что они пригодятся. У меня все их любят, потому что я их себе всегда делаю. У меня все их любят. И вот такой морской декор. Это у меня 251 мальдивы. Но здесь тоже очень много всяких прикольных фразочек. Поэтому мы можем использовать абсолютно из них любой, который нам подойдет. Вот сейчас, смотрите, я все обезжирю. Обезжирю. И приклею какой-нибудь декор. Достану их морской. Пока трогать не буду. Вот эти достану и из них что-нибудь выберу. Смотрите, я снимаю дисперсию. У меня слайдер запечатан. Я снимаю дисперсию, чтобы приклеить сюда шармикон свой. Давайте. Вот что мне нравится. Смотрите, они позволяют их примерить. Видите, они на прозрачной подложечке. И их очень легко здесь примерять. Поэтому я могу вот так взять и покрутить, что мне хочется. Вот такой вариант. Вот такой вариант. Вот такой посложнее вариант. Enjoy. Вот прикольно, кстати, будет enjoy смотреться. Можно хоть леопарда сюда добавить. В принципе, будет все очень-очень даже круто. Magical. Что-то там. Feeling, по-моему, написано. Ну, то есть, вариантов можно золото добавить. Тоже прикольно будет золото смотреться под матовым. Но у нас здесь очень много всего. Поэтому я уже не буду сюда добавлять еще золото. Возьму, что я хотела. Возьму вот этот join. Join to enjoy. И вот сюда вот добавлю. Сразу дизайн. Ну, я не знаю, как это работает. Но дизайн сразу обретает такую современность. Прям. Я сейчас не буду ничем его фиксировать уже сверху. Сделаю. Что сделаю? Сделаю. Смотрите. Покрываю топом. Я беру матовый топ. Как я вам и говорила, я поиграю с двумя цветами. Ой, двумя топами. Беру матовый топ и покрываю топ сверху. Сначала проработаю матовым. Все. Опять каждый мастер может делать по-своему. Кому как удобно, вы попробуйте и поймете, что вам хочется. Вот здесь могу прямо вот так не наносить до края, до краев сильно. Беру тоненькую кисть, переворачиваю пока топ. Я выравниваю. Всегда топ наношу выравнивающим слоем. Пока я его буду доводить, я буду периодически переворачивать, чтобы он у меня подвыровнялся. И навожу все возле кутикулы. Не забываем, что у нас здесь был глянец, поэтому возле кутикулы обязательно всегда прохожу до покрываю топом, прям близенько туда. Иначе у вас будет эффект, когда у вас топ матовый, а возле кутикулы прям глянцевая полоса проскакивает. Ну, как бы смотрится так себе. Все, матовый топ мы подсушиваем. Так, секундочку проведу. И все, мы с вами сушим. Сушим. Перед лампой обязательно всегда переворачиваю и отправляю в лампу. И дальше я возьму глянцевый топ, которым я обычно работаю. Это ультрашайн. Бесконечно его люблю по той простой причине, что он практически не затирается. Понятно, что затираются все топы, но он затирается минимально из всех. Он стеклянный, он шикарно носится. И он не желтит. Он не желтит даже френча. Смотрите, как все меняется сразу под матовым топом. Обожаю матовый топ. И вот здесь вот я покрою свободный край глянцем. Росинка какая-то, убираем ее. Покрою свободный край глянцем. И выведу это все в такой как градиент легкий. И смотрите, что у меня получается. У меня получается матовый топ, который плавно переходит в глянец. Только здесь, смотрите, выравниваете так, чтобы прям не натоптать, не наследить. Чтобы было все прям аккуратненько. Чтобы у вас постепенно эта линия сошла на нет. Все. И у нас с вами получается вот такой дизайн. Чуть-чуть под выравниваю. Как я уже сказала, всегда выравниваю немножечко топ, чтобы он красиво смотрелся. Чтобы не было такого, что у вас красивая, шикарная работа, а топ нанесен как, не знаю что. Всегда топ чуть-чуть вывожу. Поэтому никогда не покрывайте топ с продиранием. Никогда. Во-первых, он может плешивить. Во-вторых, вы просто-напросто не добьетесь красивого блика потом. Все перевернули и подсушили. И наш с вами ноготок готов. Смотрите, он блестит так же, как и здесь. Он прям блестит. Прям блестит. Прям вот смотрите, какой он красивенький. Внутри там блестки у нас с вами. Такие вот шикарные, красивые. Он такой, имеет морскую тематику. Куда увести в лампу, чтобы было хорошо видно. Но при этом, при этом, при этом, при этом он и матовый в том числе. Как вам такая идея дизайна? Нравится? Смотрите, если возникают вопросы, спасибо за эфир. Очень красивый дизайн. И вам спасибо за внимание. Как вас приятно слушать. Спасибо, девочки. Я прям заскриню себе эти комментарии. Если остались какие-то вопросы, не стесняйтесь. Пишите мне. Можете мне в директ прям писать. Я с удовольствием на них отвечу. С удовольствием. Благодарю, девочки. Я вас тоже очень благодарю за этот эфир. Я поняла, что я скучаю за эфирами. И завтра я проведу еще эфир какой-нибудь тоже по моделированию. Скорее всего, на своем аккаунте. Потому что я скучаю тоже за эфирами. Последнее время просто физически некогда было выйти в эфир. Но мне вот это общение доставляет не меньше удовольствия, чем вам. Поэтому спасибо вам тоже за внимание. Очень рада была вас видеть. Если остаются какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь. Я на них все отвечу. И опять, обещаю, что сегодня, если есть какие-то вопросы, я зайду в комментарии и буду просматривать комментарии. Буду заходить, просматривать. Если что, обязательно буду на них отвечать. Хорошо, договорились? Надеюсь, что эфир вам был полезен. Надеюсь, что он вам понравился. Вот такой вот вариант летнего интересного дизайна с блестками у нас получился. Очень, на мой взгляд, прям сочный, прям летний, морской. Прям вот хоть бери, собирайся, езжай в отпуск. Надеюсь, что вам было интересно. И мы с вами увидимся. Так, как подписаться? Напишите что-нибудь в комментариях. Я вам отвечу, и вы увидите мой аккаунт. Давайте договоримся так. Я прямо сейчас выкладываю эфир, и я вам в комментариях что-нибудь напишу. Вы увидите, как называется мой аккаунт. Либо можно забить. Анастасия Челюбей, вам выпадет мой аккаунт так же. Как вас найти? То же самое, девочки. Напишите что-нибудь в комментариях под эфиром, и я вам отвечу на него. Хорошо, договорились? Все. Я со всеми прощаюсь. Рада была видеть. Уверена, что не последний раз встречаемся в эфире. Поэтому жду вас в следующем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова